здравствуйте уважаемые коллеги сначала я бы хотел у нас тема нашу библиотеку закрывает просто сначала я бы хотел рассказать про наш курс чуть чуть подробнее и сказать что есть новость вы можете если примете участие в условиях курса можете даже получить бесплатный доступ к курсу разыгрывается 3 таких таких доступа я сейчас вам сброшу пост который был в фейсбуке вконтакте вот по условиям этого поста можно будет скажем так написать зачем вам этот курс что вы хотите изменить своей библиотеке написать человек человек библиотекарь опубликовать в фейсбуке либо в инстаграме и по результатам до 20 февраля по хэштегу это все найдем определим и скажем так сделаем доступ на бесплатное обучение данном курсе и так вкратце я буквально за пять минут расскажу что это за курс но если смогу конечно он довольно объемный большой а социокультурное проектирование в библиотеке значит в данном курсе 5 спикеров все спикеры практики они либо имели отношение к библиотеке то есть сейчас не работают библиотеки либо работают библиотеки то есть как правило не все спикеры занимались именно работали на земле либо были руководителями потом спустя какое-то время занимались подкастами проектами выбивали финансирование и так далее вот этот курс такой универсальный чтобы вкратце как развить в себе качество такого супер 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 библиотекаря хотя все так супер библиотекарь и мы все так делаем очень многое но данный курс направлен именно на на получение инструментов мы будем делиться практиками будем делиться материалами шаблонами раз различных писем какими-то форме как куда писать то есть передавать конкретный прямой опыт курс состоит из 8 таких небольших вебинаров блоков в которых есть домашние задания первый это поиск партнеров коммуникации и финансирования его веду я второй это продвижение чтения и значения библиотечной работы вот тоже веду я дальше у нас уже остальные спикеры идут по ссылке вы можете посмотреть гость читатель посетитель или клиент сервис гостеприимства в библиотеке это очень важно потому что по себе знаю что не всегда нас этому учат не всегда обучают и если мы долго работаем в библиотеках мы можем уже не замечать насколько мы гостеприимны что мы делаем не так следующий момент онлайн и оффлайн работа с целевыми аудиториями почему соцсети это не бланк отчетности в основном большинство библиотек воспринимаются сеть как бланк отчетности поэтому ничего особо и не происходит тоже важная тема следующий момент создание подкастов будет вести конкретную практику кого у которого есть свой подкаст и различные лекции на ю тубе по ссылке можно посмотреть проектная деятельность в сфере библиотек формы методики и практики то есть конкретная практика будет показана предоставлена по проектам разбор проектов как они были сделаны и как делать новые проекты следующие писатель для читателей читатель для писателя ведет тоже практик у ирины рыжова я не то чтобы выделяю но просто хочу об этом сказать есть у нее отдельный проект современник она общается с издательствами она общается с писателями и вот расскажет поделиться опытом расскажет как и как это она делает всякими методиками методами все тоже будет на практике и последняя наша часть курса безумно важная читатель потребности боли и интерес здесь спикер расскажет о своем наблюдении что же все-таки нужно читателю он выставит себя на место читателя и на место библиотекаря и вот вот эти две теории отчасти уже и практики будут показаны будут рассказаны так ну это ладно это вы потом увидите вы эту презентацию можете скачать здесь есть программа курса и собственно говоря сам курс по ссылке и так я заканчиваю перехожу к теме итак нашу библиотеку закрывают вкратце почему я решил взять эту тему да потому что в москве очень много различных преобразований в москве тоже за время моей работы закрывали библиотеки правда маленькие скорее то были пункты книговыдачи сейчас у нас идет целая реформа реорганизуют библиотеки сливают с культурными центрами вот это что-то такое новое могу сказать что уникальное но в регионах я знаю слышал что что-то подобное проходило так не загрузился а ладно хорошо должен был быть мой слайд но бог с ним значит так план курса кейс и библиотек я сейчас вместе с вами разберу конкретно три случая которые произошли в нашем городе немножко поговорим про реорганизацию почему это важно потому что как правило все инновации которые начинаются с москвы они так или иначе идут в регион произойдет разбор и в итоге тоже поговорим я по отвечаю на вопросы если они будут так ну что начинаем есть такая библиотека очень хорошая библиотека 183 имени данте али герри вот ее вход а она знаменита тем что очень любит делать выставки именно такие на окнах на окнах да я хотел сказать витражный на окнах так и собственно говоря это случилось в шестнадцатом году когда департамент культуры города москвы решил ну как никому об этом не сказав ни с кем не посоветовавшись единая таким по-тихому как это все правило и делается передать библиотеку следственному комитету а следственный комитет поселился в одном и том же здании то есть было бы удобно передать и как раз весь первый второй этаж принадлежал бы следственному комитету все бы ничего но библиотека очень старинная и и она находится на станции метро университет москве и и многие посещали рядом же находится и один из главнейших университетов так я я уже вижу вопросы я чуть чуть попозже отвечу на вопрос он он довольно длинный мы тогда не не успеем ничего сделать вот а так немножко сбился но тем не менее когда об этом узнали библиотекари позже об этом узнали жители района как правило жители района об этом узнают вообще последними библиотеками сообщили что все мол молчите будете вязать книжки мы вас перевезем и вам выделим какое-то где-то там помещение это временно но мы знаем что в наших реалиях слово временно это навсегда а переезд библиотеки с одного места с насиженного места с такой когда библиотека пустила корни когда она больше 50 лет на одном месте это почти уничтожение библиотеки и когда фонд развозится по двум-трем местам но это тоже уничтожение библиотеки то есть логичнее конечно же ну как в таком случае они больше не вспоминать хотя иногда бывают уникальные случаи когда библиотеку воссоздают но это это редко это нужны такие энтузиасты и тут мы видим что началось здесь один из моих любимых уникальных случаев это повторюсь было в шестнадцатом году тогда начались небольшие уличные акции пикеты к библиотекарям присоединились местные жители сообщества присоединились муниципальные депутаты более того сама библиотека была против как это так более того это не первый случай библиотеку хотели под разными соусами и предлогами то сделать рестораном то еще чем-то ну просто скажем так взять помещение и скажем вот одна из форм ну как это взаимодействия то что библиотека просит о помощи библиотека разместила такую небольшую выставку в плане соус помогите и рассказала о себе конечно же читатели потихоньку стали приходить узнавать что происходит и на основе этого появилось такое небольшое движение появился тег Dante 183 очень короткий простой в социальных сетях в основном в фейсбуке вы можете погуглить по данному тегу посмотреть как все развивалось люди стали собирать подписи живые и не только живые то есть стали подписываться известные люди вот и на change.ru завели петицию петицию подписало 16 тысяч 640 человек ну то есть для того чтобы сохранить библиотеку это безумное количество все эти подписи потом пошли и в департамент культуры и не только и мэру Москвы на самом деле получилась такая резонансная история ее обсуждали где ее только не обсуждали это было короткое время короткий период где-то в течение недели но всем стало понятно что с этим нужно что-то делать и библиотеку оставить в покое вот хочу сказать про мэриэту чудакова мэриэту чудакова такой известный деятель наш культуры писатель она тоже откликнулась на клич помощи даже есть в ютубе ролик она пришла и сказала ну чё ну сколько вас я не то чтобы ручая за дословность ну примерно так и было сколько вас активных ну и сказали ну 12-15 она говорит ну и нормально не сдавайтесь вот и действительно так и есть даже есть статья на эту тему что 12 разгневанных читателей отстояли библиотеку лозунг конечно такой громкий но тем не менее 12-15 человек вполне достаточно если они что-то реально делают они могут быть как внутри так и снаружи ну и пошли новости извините что московскую библиотеку хотят перевести хотят закрыть скажем так писали серьезные издания тоже можно в яндексе посмотреть я не стал все приводить этого очень много департамент сделал очень хитрую историю они перевели стрелки стрелки на директора что якобы это все сделал директор но мы понимаем что без указаний департамента культуры если эта библиотека находится в подчинении министерства если эта библиотека находится в подчинении еще какой-то структуры региона района не может никакой директор ничего особо прям так закрыть очень часто на это стоит вообще запрет вот или управление культурой как раньше было так процесс пошел к процессу присоединились известные люди ветераны самые разные движения депутаты журналисты как оказалось вокруг этой библиотеки огромное сообщество и который может быть не всегда продолжает ходить в эту библиотеку но ее помнят стали рассказывать истории как туда ходили как как писали диссертации работы и так далее библиотека с огромным фондом на самом деле как я уже говорил с богатой историей и не маленькая это первое собрание на которое пришло я даже не буду говорить сколько я не помню ну я думаю кадр фотографии говорит сама за себя на основании всего этого была создана группа общество защиты библиотеки имени Данте Алигери эта группа до сих пор существует в фейсбуке вы можете посмотреть посмотреть какие были события как все проходило ну народу в ней немного ну и этого как говорится хватило очень много библиотекарей стали поддерживать и фейсбук библиотеки писать отзывы писать запросы в департамент и так далее также очень хорошее мероприятие появилось а это как раз родилось все это происходило ну почти на стыке должна была быть библионочь и предложили библиотеке хорошее мероприятие сделать от первого до последнего стиха читали Данте божественную комедию к этому мероприятию присоединились тоже звезды библиотечного мира звезды писательского мира звезды издательского мира и так далее и просто обычные читатели библиотекари и так читали целый день это мероприятие привлекло огромное количество внимания журналистов СМИ на данное мероприятие зарегистрировалась только в фейсбуке ну как интересующихся да людей не обязательно что они все должны были прийти больше где-то 3400 человек тоже можно это посмотреть погуглить все это есть огромная цифра на самом деле для обычной по сути районной библиотеки вот плакат и то что мы видим я такую выбрал картинку фотографии на самом деле гораздо больше спустя какое-то время департамент культуры окончательно перевел стрелки на директора попросил его выступить с заявлением видео заявлением что он сам дурак сам виноват он просто ничего не понял просто подписал документы вот и департамент стал сдавать назад и сказал да нет все нормально кстати приказа никто не видел никаких распоряжений был какой-то странный акт без подписи без печати ну то есть это вот как любят работать по крайней мере у нас я не знаю как это делается в регионах но в городе москва очень распространенные такие действия вот и так с этим мы закончили это удачный пример когда библиотеку отстояли библиотека стала богаче она приобрела новые круги влияния общения она приобрела какую-то шумиху вокруг сми и значит библиотека приобрела дополнительные клубы потому что на то время когда у библиотеки были проблемы библиотеки захотели помочь наполнить ее дополнительным смыслом ее пространство и я правда не знаю что сейчас происходит но библиотека существует жива никуда она не переехала вот следственный комитет был вынужден отступить хотя на самом деле все говорили как один ну и что ребята ну смысла нет и у меня тоже в библиотеке говорили что смысла нет но тем не менее как говорится двенадцать разгневанных читателей разгневали еще больше читателей и вот что получилось следующий кейс библиотека 210 культурный центр имени Твардовского а насчет Данта Алигерия я сам участник событий в какой-то степени тоже где-то что-то помогал фотографиями как минимум он был фотографом вот а что касается культурного центра я работал в этой системе и тоже знаю не понаслышке что там происходило и так вдруг с того и с сего ну по крайней мере по моей памяти и как это показано в новостной ленте стали вязать книги стали вывозить эти книги в грузовиках скажем так неизвестном направлении естественно общественность естественно сообщество вокруг этой библиотеки оно было заволновалось как это так что происходит отсюда появились вот эти кадры вот эти снимки которые вызвали еще больше резонанс никто же ничего не объясняет опять все было сделано по-тихому то есть я помню меня просто попросили приехать в библиотеку и помочь связывать книги больше ничего не объяснили вот потом стало известно что библиотека переезжает вот была также сделана петиция петицию это пятнадцатый год петицию подписало меньше человек но тогда это все только-только в плане библиотечных таких движений развивалось вот четыре если округлить четыре тысячи пятьсот человек но это тоже появились активисты появилось такое ну небольшое может быть пикетное движение да в защиту библиотеки стали собирать подписи стали спрашивать а вот вы знаете ли про такую библиотеку вот ее закрывают стали стоять с плакатами в разных местах сейчас конечно это уже скажем так наверное будет не совсем правильно не совсем законно но тем не менее в пятнадцатом году вот такое движение появилось и это все делали люди которым было не все равно на библиотеку с чего все собственно говоря начиналось начиналось все с того что библиотека находилась в здании издательства известия и библиотека советское время была самостоятельной то есть принадлежала районному центру исполковому райкому вот спустя какое-то время это как правило девяностые многие библиотеки руководители библиотек и руководители управления культурой грешили тем что сдавали в длительную аренду помещения библиотек частично ну к примеру библиотека имела пятьсот квадратных метров или тысячу библиотеку частично урезали строили какую-то перегородку и это помещение отдавали в аренду длительно для чего это было нужно в те времена отчасти это было обосновано ну как нужно было как-то выживать времена были не такими простыми ну и там не без не без каких-то скажем темных дел не без этого тоже без этого не могло никак обойтись и организации которые снимали данное помещение год два три спустя какое-то время воспользовались правом приватизации нашли в законе лазейку и приватизировали те куски которые они собственно говоря арендовали в москве куча таких библиотек которые разделены по кускам то есть с одной стороны библиотека с другой стороны там я не знаю магазин украшений какая-то турфирма и так далее понятно что как правило эти помещения просто сдают сдают разным подрядчикам вот и то же самое произошло с библиотекой с культурным центром Твардовского только библиотеку не изгнали помещение библиотеки стало принадлежать вдруг по необъяснимым причинам издательству известия вот и город издательству известия платил аренду ситуация очень смешная и очень странная но и в то же время грустная спустя какое-то время а именно чуть раньше все-таки это было город решил попробовать договориться с известиями о передаче помещения либо о какой-то там более щадящей аренде потому что аренда была довольно серьезная я так понимаю либо не захотели продолжать этот диалог либо что-то не получилось потому что события развивались дальше другим образом потом появилось сообщение что библиотеку и не закрывают а она переезжает но в то же время сообщение что ее закрывают они тоже были естественно пошел какой-то диссонанс люди перестали понимать что происходит тут же появилась информация что культурный центр Твардовского временно помните это слово временно переезжает в библиотеку бестселлер повторюсь нет ничего более временного чем постоянное фонды библиотеки поскольку библиотека въехала в библиотеку бестселлер фонды библиотеки Твардовского были распределены в депозитарий ну скажем так большой большой кусок фонда вот ну вкратце как мы видим как как все все вязалось и это старое помещение библиотеки в издательстве известия как все вязалось связывалось это сделать все делалось быстрыми темпами а библиотекарям сказали не участвовать ни в каких акциях ну если так грубо говорить просто за закрыть рты и сказали что никому это все не надо переедет библиотека и ладно естественно жители и неравнодушные читатели ходили вокруг библиотеки искали поддержки но движение было симпатичным много писали писали мэру писали руководитель департамента но оно было по большей части хаотичным у движения не было наверное таких понимания что делать то есть стреляли из всех орудий что тоже иногда неплохо в разные места где-то попадали где-то нет теперь вкратце справка 2015 год это год литературы 21 июня того же года Твардовскому исполнялось 105 лет имя Твардовского не просто так находилось на Кутузовском проспекте и в здании издательства просвещения ведомости потому что сам Твардовский жил неподалеку и там все взаимосвязано и там даже неподалеку жили его сестры жил в соседнем доме вот и несмотря на все это несмотря на мемориальное какое-то мемориальное значение этой библиотеки несмотря на год литературы несмотря на юбилей Твардовского несмотря на все это Несмотря на то, что это библиотека, несмотря на то, что в ведомости издательства каким-то странным образом в свое время получило это помещение под свой контроль, было принято решение все-таки библиотеку перевести от греха. Ну, видимо, можно было что-то сделать, но тем не менее были с этим проблемы, нужно было сделать много телодвижений, никто не захотел ничего делать, и библиотеку просто перевезли и уплотнили с другой библиотекой. То есть все равно мы имеем минус одну библиотеку. В данном случае минус библиотеку бестселлер, потому что на ее месте находится именно культурный центр Твардовского. Так. Да, все как в сказке. Следующий момент, довольно живой, он сейчас происходит, это библиотеки города Жуковский, Московской области. Вот буквально сейчас, где-то в конце декабря, в начале января, это все началось, пошли эти действия. Сейчас это все происходит дальше. Вокруг библиотеки образовались активные жители неравнодушные. Пошли слухи, что библиотеки закрывают, на минуточку закрывают большую часть библиотек. Так, хочу сказать, что я не знаю, как ситуация обстоит по всей России, не такой уж я и знаток. Но тем не менее, по поводу Подмосковья, это не первый заход руководителей культуры Подмосковья. Дело в том, что там были изменены показатели из 10 тысяч жителей, когда есть потребность в библиотеке, на 20 тысяч жителей. И, конечно же, в таком контексте уже пытались в 2017-2018 году, шли разговоры, уже пытались закрыть ряд библиотек. Просто закрыть, потому что зачем так много? Тоже пошли сообщения, жители стали писать, завели хэштег такой небольшой. Не могу сказать, что он пользуется какой-то популярностью, но хорошо, что он есть уже. То есть, это не то, что было с Данте, конечно, но тем не менее, то, что он есть, это огромный плюс. Жители возмутились. Очень хорошо, что сообщество, да, поскольку данный случай живой, он вот только-только идет. Все картинки, все статьи вы можете почитать в презентации, они кликабельны. Сообщество библиотечное тоже немножечко отреагировало на данную ситуацию. Стали писать статьи известные библиотекаря, такие как Александр, ну, преподаватели, профессора, как Александр Мазурицкий. И не только стали всякие посты писать. Кто-то стал писать запросы. Тем самым, как, ну, такая небольшая поддержка тоже была оказана. Ну, и продолжает тоже оказываться. Жители также завели петицию. Ее на данный момент, также, эта картинка кликабельна, также вы можете посмотреть, в чем дело, если захотите подписать ее. На данный момент почти 2500 человек писали, что тоже немало в наших условиях. В условиях, когда не всем есть дело до библиотек, будем говорить прямо. Так, что-то вот мне не нравится, что-то вот, ладно, ладно. Так, это писали сами активисты, именно рассказывая со своей точки зрения, со своей позиции, что мне нравится в данной ситуации, что писали и объясняли свою точку зрения все городские власти, почему они хотят закрыть библиотеки. Где-то даже есть версия, ну, правда, это скорее в приказе Министерства культуры Московской области. Есть версия жителей, кто как все видит. И получается на данный момент диалог, диалог жителей и руководства города. Что мне тоже нравится в данной ситуации, жители стали делать разные плакаты, развешивать их, ходить развешивать по улицам, вешать в библиотеках, рассказывать, что им не все равно. Вот, к примеру, этих таких плакатов гораздо больше. И QR-код ведет, я ошибаюсь, по-моему, все-таки на петицию он ведет. Ну, собственно говоря, это одна из встреч, которая происходила в январе. Проблема всех таких ситуаций в одном. Люди не понимают. Так, вопрос или... Да, нет, не вопрос. Проблема в основном в одном. Может быть, я сейчас скажу такую непопулярную вещь. Допустим, может быть, есть такая библиотека, где-то в районе, в которой никто не ходит. В которой книжки поросли мхом и плесенью, и которые 20 квадратных метров. То есть, по сути, пункт книговой выдачи, и в ней нет смысла. Но тогда об этом нужно сказать, тогда нужно поговорить, провести какие-то слушания, обозначить, что, ребят, мы закрываем, кто против, кто не против, давайте поговорим. Вот, смотрите, показатели библиотеки такие. Денег она тратит, мы на нее тратим столько. У нас есть планы, например, площадку отремонтировать за счет этой библиотеки. Это нормальный разговор. Но и в данной ситуации все делалось по-тихому. То есть, кто-то где-то принял какое-то решение. Потом начали всплывать документы. Было принято такое предложение, чтобы помещение библиотек использовать более эффективно. Ну, то есть, предлагать врачам, звучит смешно, да, подквартиры, предлагать учителям, либо делать какие-то социальные службы. Хотя надо понимать, что многие библиотеки уже, по сути, являются социальными службами на базе многих библиотек. Проходят различные программы серебряного возраста и поддержки малограмотных людей. Это касается компьютерной грамотности, это касается русского языка и так далее. Эта картинка просто, ну, как такое небольшое возмущение. А почему нас не спросили? Потому что деньги платит не администрация города. Деньги платим все мы. Мы налогоплательщики, да, и как бы, ну, какие бы там ни были показатели, в принципе, жители-то и должны решать, что должно быть на месте библиотеки. Либо оставьте библиотеку. Поэтому это самый главный, самый обидный вопрос, что деньги платят жители города, а за жители решают какие-то странные, ну, я все-таки так скажу, странные люди, которые являются администрацией города, администрацией министерств различных. И более того, показаны довольно странные схемы высвобождения помещений. То есть понятно, что когда все делается настолько по-тихому, непонятно, в какие руки попадут эти помещения. Товарищам, знакомым или еще кому-то. Ну, то есть такие риски, конечно же, есть. Никто не верит в какие-то благие намерения. Вот, и когда идет какой-то разговор с такого рода людьми из администрации, всегда нужно записывать, а, на диктофон, б, вести протокол, потому что, ну, все эти слова, они ничего не стоят, как правило. Человек выходит за дверь, все, разговор окончен, и все договоренности тоже завершены. Вот. Ну, я так вкратце не стал кучу картинок делать. Итак, положительный опыт трех кейсов, то есть что в итоге было сделано правильно. Это комбинированная история, все-таки, да, именно трех. Произошла работа с местным сообществом, что очень важно. То есть местное сообщество узнало, что есть проблема, что в библиотеке закрывает. Работа с библиотечным сообществом, то есть кто-то, либо библиотекарь, либо само сообщество, да, отреагировали на эту ситуацию. Работа с лидерами мнений. Эти лидеры могут быть кто угодно. Известные писатели, какие-то заметные люди города. Такое тоже, как правило, во всех трех случаях происходило. Работа с электронными приемными и едиными службами справочными. Я имею в виду администрацию города, округа, муниципалитета и так далее. Если это уровень города или даже департамента, там есть электронные приемные, куда можно написать жалобу или обращение. Я думаю, что многие знают о такой истории. Чем больше будет таких вопросов, жалоб и так далее, тем быстрее департамент отреагирует или министерство. И более того, это все-таки загрузка аппарата министерского и департаментского. Почему? Потому что они должны через какое-то время по закону ответить на ваше обращение. Поддержка коллектива в библиотеке. Это происходило не везде, но так иначе из трех случаев это было, как правило, в двух. Когда коллектив тоже сказал, нам не нравится это. А то, что вы нас закрываете, то, что вы вот так с нами себя ведете. Нам это не нравится. И это тоже очень важно. Потому что когда вокруг библиотеки бегают люди, заходят в библиотеку и видят, что библиотекарям все равно, возникает вопрос, а ради чего бороться? Зачем что-то делать, чтобы библиотека в принципе была? Если от тех, от кого исходит сама библиотека, им ничего не нужно. Но, как правило, в большинстве случаев библиотекарь именно себя, по моему опыту, себя так и ведут. И мы про эти случаи не знаем. Это как история про дельфинов. Многие говорят, что дельфины спасают людей. Да. Потому что эти люди, которые спаслись, рассказали об этом. Но мы не знаем про тех людей, кого дельфины убили. То же самое и с библиотеками. Огромное количество библиотек, которые не боролись, которые просто сидели. Они потеряли и помещение, и рабочие места. И мы о них не узнаем. Почему? Потому что они молчали, они отказывались от поддержки читателей. А где-то и, будем говорить откровенно, где-то и читателям было все равно. Такое тоже нельзя исключать. То есть не всем настолько прям сильно может повезти. Создание рабочих групп. Во всех случаях, кроме одного, рабочие группы были созданы. Взаимодействие с муниципальной властью. Это переговоры, круглые столы. Как правило, да. Публикации в СМИ. Как текстовые, так и видео. Тут можно привлечь и Ютубы, и все, что угодно, и свои соцсети. Публикации в соцсетях. Открытые письма, как правило, делают в соцсетях или в газетах. Причем можно выделить конкретно обидчик. Министр или еще кого-то, если он эту функцию не заблокировал. Очень у многих она еще открыта. Петиции. Как живые, так и онлайн. Организация событий в поддержку библиотеки. Плакаты, листовки в поддержку учреждения. Как мы видим, все это было в трех случаях. В разной степени, в разной консистенции, но было. Итак, итог. Теперь я отвечу на те вопросы, на которые вебинары должен был ответить, если я еще не ответил. В какой ситуации библиотеку можно сохранить, а в какой нет. Очень просто. Если библиотекари ничего не делают, они волнуются, переживают, не хотят, чтобы библиотеку закрывали, но абсолютно ничего не делают, скорее всего, библиотеку закроют. Скорее всего, вокруг библиотеки пройдет какой-то вихрь, шторм. Какие-то акции, но все это уйдет в песок и в никуда. То есть все такие удачные результаты могут быть только в одном случае. Если есть связка, кто-то из библиотеки поддерживает читателей, читатели поддерживают библиотеку, вливаются депутаты, активисты, все кто угодно. И вот эти, получается, такие три блока, если они друг друга поддерживают, если подключается после этого СМИ, оно подключится в таких случаях, есть очень неплохие и довольно большие шансы, что библиотеку можно будет отстоять. Либо, как во втором случае, если ее нельзя отстоять, если решение принято, что помещение... Мы не будем платить за аренду, отдадим помещение издательству ведомости. Ну, как, одну библиотеку переведут в другую, пожертвуют другой. Вот примерно так и будет. Что можно попробовать сделать? На самом деле инструментов безумное количество. Я о многих не сказал и вряд ли скажу за время этого вебинара. Один из очень хороших инструментов участвуйте в грантовой программе. Это очень мощный инструмент, что вы не просто сидите, вы еще и деньги зарабатываете. Для управленцев, в кавычках и без кавычек, это очень хороший знак, то, что вы работаете. Я серьезно. Участвуйте в программе «Культура». Были случаи, когда библиотека стояла в плане на закрытии, ну, когда узнали, что библиотека стоит на модернизацию преобразования, ее исключили из этой программы. Вот. Это как минимум два совета, две такие рекомендации. А так, общие рекомендации были выше. Что можно сделать вокруг этого, если вы знаете, что библиотеку закрывают. Проблема в том, что, как правило, это делается все за одним днем. Поэтому события очень быстро развиваются. Должен ли библиотекарь отстаивать права на рабочее место? Ну, на самом деле, случай индивидуальный. Если вы... Я считаю, что каждый сам решает. Если он не хочет бороться, это его право. Не хочет отстаивать библиотеку, где он работал долгое время, это тоже его право. Но тогда человеку нужно позаботиться о переходе либо в другую библиотеку в этой системе, либо искать другую работу. Это честно. А не сидеть и ждать, пока город о нем подумает. Как правило, город не думает. Как правило, город закрывает библиотеку и увольняет библиотекарей. Примерно так и происходит. Куда их девать-то? А так, если вы болеете за свое дело, можно как минимум сказать что-то. Можно просто привлечь внимание. Опять, окрас постов и окрас речи может быть самый разный. Не обязательно это должно быть что-то кардинальное. Не обязательно какие-то агрессивные слова в адрес администрации. Окрас может быть разный. Очень мирный и очень понимающий. Но, тем не менее, мне жалко. Я переживаю. Я не могу молчать. Я об этом говорю. Это тоже будет полезно. А в целом, я считаю, что библиотекарь имеет право отставить свое рабочее место. Потому что библиотека, черт побери, и есть его рабочее место. Поэтому, если библиотекарь участвует в каких-то круглых столах с муниципальными депутатами на эту тему, помогает организовать мероприятия в поддержку библиотеки, я ничего в этом плохого не вижу. Но учредители библиотек в этом видят много чего плохого. И, как правило, такие библиотеки могут подвергаться санкциям. Такое есть. Администрация библиотеки союзник или наблюдатель? История в том, что если администрация просто наблюдает и сквозь пальцы смотрит на то, что делают библиотекари, ну, они там поддерживают какое-то движение, которое защищает библиотеку, это очень хорошо. Как правило, все же администрация не хочет никаких проблем и предупреждает библиотекарей. Молча связывайте книги, ни с кем не разговаривайте, никаких эмоциональных выпадов. Даже если вам не нравится, просто не разговаривайте. Ну, вот один совет. Скажите, что вам сказали не говорить. Все. Повторюсь, тишина – могучая сила. И если не замечать того, что происходит очень долго, все может пойти на спад. Так или иначе. И этим пользуются. Этим пользуются в Москве, этим пользуются в других регионах и так далее. Тишина и вот эта таинственность. Это очень мощное оружие. Все это нужно, если есть силы и желания, это очень важно вскрывать и с этим работать. Тогда что-то может получиться. Как правило, да, не ответил. Как правило, администрация все-таки это наблюдатель. И это тоже неплохо. Но в основном не союзник. В основном не союзник. Почему закрывают библиотеки и кому это нужно? Ну, на самом деле, причин не так мало. Действительно, надо понимать, что произошла своего рода онлайн-революция, которую мы не совсем заметили из-за пандемии. По разным причинам в библиотеку стало ходить еще меньше народу. Нужны помещения в городе очень часто. Под разным соусом, разными предлогами. город хочет сократить или чиновники хотят сократить лишние статьи расходов. На самом деле, все мои взаимодействия с руководящими инстанциями, где я изучал слово библиотека, заканчивались одним и тем же. Все руководящие инстанции не очень понимали вообще, зачем нужны библиотеки. Ну, то есть, если не понимали, книжки выдавать. Все. А то, что там куча всего происходит и жизнь иногда кипит, иногда и не кипит, по-разному бывает. Они об этом не знают и, как правило, не хотят знать. Библиотека для них это что-то такое непонятное, так или иначе. Вот. И, конечно же, когда идет вопрос о сокращении, на самом деле, странно, что такие активные действия, хотя я почитал материалы до этого, активные действия и в регионах были и раньше, но странно, что вот именно сейчас это происходит, потому что, в принципе, ничто не мешало это сделать им и раньше. Поэтому, как правило, просто общее непонимание, зачем нужны библиотеки. Где-то корысть, потому что есть библиотеки в очень хороших местах и с отличным ремонтом, с отличными помещениями. Такое тоже имеет место быть. А в целом это просто непонимание, зачем они нужны. И мы сейчас все стоим в такой ситуации, что нам нужно объяснять, зачем мы нужны, зачем нужны библиотеки. Как это ни странно, но это так. И закончить я хочу тем, сказав, цитатой Бродского, что свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Я заканчиваю. Вот мои контакты. Если что, я хочу почитать, может быть, какие-то вопросы у вас будут. Так, про Хрущева это не вопрос. Да, Лариса. Вот Лариса пишет, что в свое время, чтобы спасти библиотеки, пришлось поменять директора. Да, директор очень часто это исполнительная фигура. К сожалению, ему больше ничего не надо. Он думает о себе, он не думает о вас. Чаще всего есть прекрасные директора, которые защищают библиотеки, защищают библиотекарь. Но, как правило, это просто управленцы, которые думают только о своем будущем. Наталья. Здравствуйте. Если мэр уничтожает библиотеку, а проверяющий орган, гид, прокуратура занимаются отписками, то что реально можно сделать? Мэр предлагает помещение мэр предлагает помещение библиотеке сторонним организациям. В здании библиотеки открывают тренажерные залы и всякие, видимо, борцовские клубы. Мне это очень знакомо, кстати. Рядом кальяна и кафе с вином и пивом. О чем идет речь? Единственная библиотека в городе не нужна. Оставит два кабинета с выдачей. Вот и весь модельный стандарт. Ни от кого никакой помощи. Всех всех специалистов выжили, чтобы не работать, а просто сидеть и не мешать. Так, ну, я, в принципе, об этом выше сказал на самом деле, что можно сделать. Наталья. Ну, смотрите, в принципе, можно попробовать... Ну, во-первых, участвуйте в группах. Есть много библиотечных групп, в которые можно влиться, участвовать. Об этой ситуации можно написать в эти группы. Если есть жители, которые... Которые... Которые мне все равно, читатели... А я думаю, они есть. Другой вопрос, сколько их? Да? С ними можно на эту тему поговорить. У многих жителей, как правило, оказываются какие-то выходы. Или у вас выходы. Попробуйте написать, может быть, несомненность через кого-то. Газету. Есть районные газеты, районные журналы, которые аккумулируют вот этот вот актив района, кому не все равно. Есть какая-нибудь бабушка, которая, например, занимается садовым товариществом. Да, она всех там порвет. Понимаете? Она столько жалоб напишет и всего остального. Опять же, эти отписки, которые вы собираете, публикуйте их. Ну, может быть, не через себя. Это риск. И вас могут уволить. Может быть, не через себя. Может быть, через кого-то. Да, рассказывайте эту историю. Придумайте хэштег. Соедините все это одним хэштегом, чтобы была история. Даже если ничего не получится. Вот сейчас в Москве, например, проходит реорганизация. про которую я уже сказал. Москву, то есть культурный центр сливают с библиотеками. Господи. Проблема в том, что ни одна еще реорганизация до добра не доводила. Любая реорганизация ведет только к одному. К сокращению штатов и к сокращению библиотек. Все. Это цель любой реорганизации. А, ну еще в кавычках упрощение управления. Потому что когда руководителю высшему неприятно, когда к нему приходит 200 человек. Ему приятно, когда к нему приходит 20 человек. Соответственно, всех надо уплотнить. Вот. И смысл в этом, понимаете, еще есть момент распределения ресурсов. Денег пойдет все равно меньше. Деньги уходят в какие-то другие направления. В каком-то смысле и на своих людей, на какие-то свои учреждения. Все мы не маленькие люди, все мы понимаем, что это тоже имеет место быть. Вот. По поводу Натальи хочу добавить, можно сделать петицию. Петиция, она не имеет ничего юридического, но она очень хорошо распространяет ваш месседж, ваш крик о помощи. Вот. То есть, все равно что-то сделать можно. Понимаете, нет, никто гарантию не даст стопроцентную, но можно попытаться, можно попытаться просто что-то сделать. Хуже всего, я таких видел библиотекарей, я сейчас не распространяю мысли на всех библиотекарях ни в коем случае, видел. Ой, да, нам жалко, ой, да, мы переживаем, и пошли в нору спать, плакать и еще что-то делать. Что, зачем, куда? То есть, к таким людям вот ты придешь, скажешь, чем помочь, что сделать? Они такие, мы переживаем. Отлично, переживайте. В итоге, ни библиотеки, ни людей. Ну, вот примерно так. Презентацию скачивайте, пожалуйста. Если нет вопросов, к сожалению, у меня выпало пару слайдов, но они не такие важные, я прям вот, прям расстроен. Я все делал как надо, они выпали. Прям даже печально. Так, 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 спасибо вам. Наталья. Мы предложили директору это на собрание коллектива. Она понимала, что не тянет. Несмотря на все нюансы, она была хорошим библиотечным специалистом и согласилась оставить. Ну, я понял, она ушла, оставила свой пост. Это очень правильно, здраво. Ну, а что делать с людьми, которые брыкаются и остаются до последнего? Так, коллеги, я заканчиваю. Все кейсы разобраны, мысли озвучены. Если есть вопросы, есть буквально пару, там, минуты четыре, может быть, я могу ответить. Так, жду вопросов. Так, есть вопрос. Наталья, а я ответил на ваш вопрос. То есть, по сути, ну, еще раз продублирую. Спасибо. да, я прям вообще болею. Еще раз продублирую. Создайте петицию. Лучше не через себя, лучше через активных жителей, если они есть, если у вас нет активных жителей, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Но вы можете их приобрести, если будете об этом говорить. Причем, говорить нужно спокойно. Пишите в разные инстанции, продолжайте писать, пишите мэру, что вы не согласны с его позицией. Все ответы собирайте, публикуйте их с какими-то приписками, с постами, входите в библиотечные группы, рассказывайте про эту ситуацию. Это не значит, что к вам все придут и вам прям будут помогать. Но кто-то на это отреагирует. Кто-то вам, может быть, предложит площадку. Как это, кстати, предложили площадку активистам города Жуковский. Предложили площадку Регнум, где они смогли описать свои мысли. Это немаловажно. Приглашайте активистов и жителей, кому не все равно в библиотеку. Показывайте, рассказывайте о своей работе. Опять же, узнайте о целях мэра, администрации, кого там, по каким причинам библиотеку закрывают. Если только потому, что в библиотеку ходят два-три человека, объясните, что это не так. Покажите, что это не так. Но я так понимаю, что учитывая то, что библиотеку хотят сдавать подо все, скорее хотят денег от библиотеки. Это, конечно, ситуация сложнее. В этом плане нужно привлекать внимание всеми способами, всеми доступными способами. Но все же берегите и себя, потому что особо сильных и таких активистов, которые очень много активно и много действуют на них, все-таки обращают внимание, они стараются уволить. Поэтому берегите себя в этом плане. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Отчасти ответ на ваш вопрос есть в презентации, а конкретнее это вот. Вот. в принципе, это краткая пошаговая инструкция, что можно сделать. Пожалуйста, берете и идете по ней вкратце. если. Вот. Так, если вопросов не будет, тогда скачивайте презентацию, две, приходите на курс, курс интересный, мы, правда, выложимся на все, стоить даже 200%. Спасибо вам огромное за внимание. Я постарался разобрать все три кейса максимально подробно. если у вас будет интерес к ним, от презентации вы сможете найти веточки к этим кейсам, как это все происходило и проходило по тегам либо по ключевым словам. и это прям ну это я вас предупредить, в общем, хочу вас предупредить, что может быть как правило, потому что по московским шаблонам и лекалам действуют региональные власти и сказать, как можно действовать. Вот для этого, по сути, и был данный вебинар. Тут ничего революционного и протестного нет. Это абсолютно нормальная работа, библиотекарей. К сожалению, в нынешних реалиях и условиях не только привлекать читателей и делать интересные мероприятия, но еще и защищать библиотеку. Это вот третий фактор, который включается. И привлекать ресурсы, в том числе различные гранты, потому что, как повторюсь, для управленцев эффективных, как их сейчас называют, эффективно это когда есть деньги. Если библиотека сумела привлечь деньги на тот или иной проект, она эффективна. Так это работает. Да, бесплатное участие в курсе. Значит, я сбрасываю вам часть поста. Вам просто нужно написать про свою библиотеку, что вы в ней делаете, как вы ее модернизируете, преобразуете, чтобы вы хотели в ней изменить. Пост опубликовать под тегом «человек-библиотекарь», хэштег «человек-библиотекарь», там все указано. Мы этот тег заметим. Опять, если участников будет много, больше трех, мы определим, чья история была интереснее и лучше, и вам лично напишем и пригласим на курс. Если вкратце, то так. И также можно написать, может быть, в плане мечты, как этот курс может вам помочь что-то развить. К примеру, сделать подкаст, к примеру, это уже развитие. Все, коллеги, всем огромное спасибо. Я, к сожалению, зашел за тайминг, меня убьют. Сейчас 0.5 мы должны были закончить. Еще раз огромное спасибо. Всем всего доброго. Я вас покидаю. Так.